да дорогой спасибо вот мы изучаем вот это отношение между ми и эли вот уже много уроков и в разных вариациях сейчас тут добавляются еще детали тут каин эвель а где десятка вообще вот в этом процессе какие там отыскать а десятка это сама схема десятка это все кли в этом кли есть высшая часть нижняя часть ахаб есть еще несколько вещей мы увидим еще это это десятка это все что создано и должно продвигаться пока не раскроется внутри десятки творец и строение всего мироздания десятка это целая кли которая включает в себя все творение нет больше десяти ну а вот элементарно гальгальтайнаем и ахаб вот в том что мы изучаем и в нашей работе вот это по простому если что это гальгальтайнаем это кетархухма и гарпины ахаб это задбины зарампины малхут гальгальтайнаем и ахаб это десять сферот да я имею ввиду вот в наших свойствах скажем в нашей работе в нас пока еще нет ни гальгальтайнаем ни ахаба но скоро мы когда продвигаемся раскроем их и тогда гальгальтайнаем это будут отдающие келим в нас ахаб это будут получающие келим в нас мы должны будем исправить сначала гальгальтайнаем в отдаче радиоотдачи а потом ахаб в получении радиоотдачи и соединить их вместе в десять сферот а для чего так много деталей здесь описывать когда такой простой процесс казалось бы тут добавляются все время к этому там нет ничего лишнего все эти келим они необходимы они они состоят только из света и кли был вначале только свет вначале когда было творение был высший свет который наполнял все мироздание потом в нем возникла точка тьмы это творение и она развивалась из из внутри света и начало раскрываться как 10 частей из этого возникло все творение все мироздание тут нет ничего что как бы существует искусственно все это началось от высшего света это сам творец который высшее время и место и точке тьмы которая образовалась в нем это называется творение бар вне творца и из этой точки тьмы началось все творение и